Здравствуйте! Это новости на Дону в студии Мария Филинкова. Ровно час, как в Ростовской области открылись избирательные участки и начались выборы президента России. 2627 избирательных участков открыто в нашем регионе. Из 4 миллионов 220 тысяч жителей Дона право голоса имеют 3 миллиона 239 тысяч человек. Впервые проголосовать сегодня могут 45 400 дончан. Отдать свой голос по месту нахождения изъявили желание 100 тысяч человек. Первые избиратели уже опустили свои бюллетени в урны. Ростовчане взялись за дело активно. С первых минут после открытия на участках многолюдно. В первый час проголосовал по месту нахождения работающий в Ростове крымчанин, житель Симферополя. Поднятые настроения сгодят. Я голосую от сердца за своего кандидата в президенты. Хочу призвать всех людей, сделайте выбор свой и придите, пожалуйста, проголосуйте. Сегодня в Ростовской области параллельно с президентскими выборами проходит еще одно голосование. Дончане могут сами выбрать общественные территории, которые благоустроят в этом году. С января жители 20 городов вносили свои пожелания. Так и сложились списки мест претендентов. Всего в области на срочное благоустройство претендуют 85 общественных мест. В Ростове это, например, парки Горького, Дружба, Сабино, Витечеревичкино, Осенний, несколько скверов. А жители Александровки просят облагородить рощу – единственное подходящее место для прогулок и отдыха. Парки, скверы, площади, центральные улицы предлагались и в других городах. Люди включились в проект активно. Свои пожелания высказали более 76 тысяч человек. Этот проект, проект рейтингового голосования, по сути, беспрецедентный шаг. Такого никогда не было. Всем этим территориям за это время были разработаны дизайн-проекты. Эти дизайн-проекты обсуждались, проходили общественные обсуждения. С учетом обсуждений дизайн-проекты рассмотрит специально созданный центр компетенции по развитию городской среды. Эксперты оценят, насколько планы отвечают требованиям и действительно ли комфортны для всех. И только потом их начнут воплощать в жизнь. Госпрограмма формирования комфортной городской среды разработана на 2018-2022 годы. На ее реализацию в Ростовской области из федерального и областного бюджетов выделено более полутора миллиардов рублей. Распределяться они так. 600 миллионов пойдут на дворы 12 городов, а миллиард на общественные территории. Какие в первую очередь и решит голосование 18 марта. Те, кто наберут большее количество территорий, они, соответственно, попадут в муниципальные программы. Первые места в 2018 год и с понижением до конца, до 2022 года. Они все будут благоустроены в рамках муниципальных программ с учетом привлеченных федеральных, областных денежных средств. Места голосования организованы в непосредственной близости от избирательных участков президентских выборов. Голосовать можно также с 8 утра до 8 вечера. Но сделать это могут даже 14-летние. Был бы паспорт гражданина России. Марина Черных, Руслан Хамчеев, Дон-24, Ростов-на-Дону. К другим темам. Дмитрий Медведев подписал постановление о создании в Ростовской области еще двух территорий опережающего социально-экономического развития, или ТОСР. Вслед за Гуковой ими станут Зверево и Донецк. Перспективы территорий с новым статусом Василий Голубев обсудил в Москве на встрече с премьером. Губернатор рассказал об итогах годовой работы ТОСР Гукова, которая по условиям привлечения инвесторов вышла в российские лидеры. И эти успехи привели к созданию новых территорий опережающего развития. Возможные направления привлечения инвестиций в экономику Гукова, Зверево и Донецка – производство импортозамещения в легкой пищевой и химической промышленности, производство машин, оборудования, стройматериалов, мебели, переработка отходов, обработка древесины и так далее. К тому же здесь могут быть построены ветроэлектростанции. 560 водонапорных башен заменят в Ростовской области за три года. Василий Голубев рассказал об этом на торжественном собрании в честь Дня работников ЖКХ. Коммунальщики отмечают свой профессиональный праздник сегодня. В целом на ремонт изношенных систем водоснабжения и водоотведения в этом году будет потрачено больше 4 миллиардов рублей. Один человек спросил, Василий Васильевич, а вот у нас один вопрос есть, у нас башня Ростовского не работает или не работает, или просто требуется. И, конечно, человека волнует каждодневное состояние и то, как он каждый день себя чувствует. В 2017 году мной было принято решение начать установку таких башен в мелких населенных пунктах. Губернатор поздравил работников ЖКХ с профессиональным праздником и вручил лучшим специалистам областные награды и поощрения. Продолжайте делать людям праздник, а значит качественно выполнять вашу работу. Я благодарю всех, кто трудится сегодня в отрасли жилищно-коммунального хозяйства за ваш труд. Но предупреждаю, что работы меньше у вас никогда не будет. Танец с флейтами, ансамбль гитаристов с солирующей скрипкой и шведская народная музыка. Такие нестандартные номера предложили юные музыканты, участники прошедшего в Батайске международного конкурса инструментального исполнительства «Национальное достояние-2018». Вступление замечательно звучит. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. А потом не тискал. Сипиана. Проводится. Последнее наставление перед дебютным выступлением дает дирижер Андрей Угневенко. После окончания Ростовского колледжа искусств он преподавал недолго. В 90-е вынужденно ушел в бизнес. И вот в 50 лет все бросил и вернулся к преподаванию в Зерноградскую музыкальную школу. За три года собрал духовой оркестр. Творческий дебют начинают маршем. Первое выступление зерноградских духовиков жюри оценило на гран-при. Хотя соперники были нестандартные. Многие отошли от классического репертуара. Батайский ансамбль, например, играет фламенко Дидюли. Это не совсем вписывается в нашу классическую гитару и в представление классического гитарного ансамбля. Тем не менее, они тем нравятся. И дидюли часто звучат по телевидению сейчас. А член жюри из Швеции Йонни Янгтун был тронут выбором ростовского домриста Николая Соловьянова. И даже записал его выступление на телефон. На выборе шведской народной песни «Ах, Вермант, ты прекрасен» стояла концертмейстер Татьяна Игнатова. С этой стороной у нее есть личная история. Когда-то готовилась к международному конкурсу в Швеции со сломанной рукой. Я учила, доучивала произведения памяти Есенина Веры Городовской глазами. Потому что левая рука, вот эта левая рука была вся в дипсе. И взяла тогда первое место. А этим произведением решила поддержать Гвостя. Шведская музыка, она более лиричная, более грустная, чем в отличие от русской народной. Флетистам из Луганской народной республики во время выступления нужно думать не только о своих партиях, но и синхронно танцевать. Долго над этим работали, конечно, сначала у нас ничего, конечно же, не получалось. Мы долго-долго репетировали, пытались. Надо было и танцевать, и играть, и учить тексты. Два месяца играли и танцевали по четыре часа в день. Руководитель Рита Уланова предложила сделать шутку-сувенир Фролова действительно весело, как подарок России. На конкурсе они получают сертификат, по которому они имеют скидку на поездку в конкурсы за границу. На сегодняшний день предлагается Италия, предлагается Швеция, предлагается Армения, Азербайджан. Олеся Слынькот, Агир Фатахов, Дон-24, Батайск. Сегодня к нам в студию будут приходить гости. Депутаты, правозащитники, общественники, члены избиркома и комментировать ход выборов. Первого эксперта, депутата законодательного собрания Ростовской области Вартереса Самургашева, мы ждем к десяти часам. Напомню, что сегодня наши новостные выпуски выходят в начале каждого часа. В студии была Мария Филинкова. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова